Будем все делать для того, чтобы завершить газификацию до отопительного сезона. В селе Красная Воля мэра видят чаще, чем по телевизору. Вот и на этот раз глава города приехал проверить, как газовики строят магистраль среднего давления в поселке. Алексей Александрович, еще раз хочу вас попросить, чтобы вы подтвердили то, что 10 августа в Горгазе будет исполнительская документация, которая уже позволит выдавать технические условия для подключения. Представитель подрядной организации Алексей Танич заверил мэра, что все строительно-монтажные работы уже практически завершены и в начале августа можно будет подключаться к линии. Постараемся до 2 числа передать исполнительную документацию в Сочи. Анатолий Пахомов заверил местных жителей, что будет держать под контролем прокладку газопровода в их селе, а также пообещал, что к началу осени завершится и ремонт внутрисельских дорог, разбитых во время проведения работ по газификации этого населенного пункта. То, что здесь делается для села очень много в последнее время, это абсолютно точно. Председатель Совета ТОС «Красная воля» Александр Сураев подтвердил, селяне тоже готовы наводить порядок в родном поселке. К примеру, вычистить дворы от мусора, привести в порядок внешний вид домов. Уже частично оборудована зеленая зона на улицах Ульянова и Садовой. Один из предпринимателей взял шефство на сельской школы и ремонтирует ее на собственные средства. С 1 сентября дети начнут учиться в светлых и обновленных классах. В школу проведут скоростной интернет. В селе Каштаны также начаты работы по газификации. В поселке есть три продуктовых магазина, свое почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт. Сделан капитальный ремонт дороги по улице Мичурина и к поселку Дубравный. Сейчас ремонтируют спортивную площадку. Председатель местного совета ТОС Эдуард Хачатрян говорит, что селяне активно участвуют в работах по благоустройству. 40 машин земли выравнивали. Потом привезли экскаваторы, своими силами, своими средствами. Вот эти все камни, то, что есть валуны, вот эти булыжники полностью почистили. Детская площадка, конечно, она была в упадке, сейчас уже тоже поднимаем. Глава города рассказывает селянам, что газ позволит людям строить собственные тепличные комплексы и выводить таким образом собственное сельхозпроизводство на промышленный уровень, развивать экотуризм. По словам мэра, до конца года в Сочи будет газифицировано 30 удаленных населенных пунктов. Елена Уситовна, телекомпания ФКТ